В Красноярске сегодня началось празднование Дня города. Первые мероприятия прошли на Караульной горе. На праздник в столицу края приехали гости. Мэры Новосибирска, Томска, Иркутска и не только. В Красноярске они провели заседание членов Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов. Тему продолжит Ирина Алиева. День рождения у Красноярска завтра, но уже сегодня, жители начали отмечать юбилей города. И первое торжественное мероприятие происходит здесь, на Караульной горе. У часовни Пороскевы пятницы оживление. Дети, актеры в костюмах стрельцов, казаки, почетные жители, главы районов и мэр Красноярска. Фотоаппараты на готове, через несколько секунд вынесут флаг Красноярска. Синий Енисей, красный Краснояра посреди золотой лев. Красочный символ города виден издалека. Еще один символ, без которого в Красноярске не наступает полдень. Выстрел из пушки. Всех пришедших с 385-летием поздравляет глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Красноярцы гордятся своим городом. Красноярцы любят свой город. С праздником вас, дорогие красноярцы. Но мероприятие на Караульной горе не единственное, что проходит сегодня в рамках праздника. В Красноярске проходит ассоциация сибирских и дальневосточных городов. Сюда приехало порядка 50 их представителей. А мэры Красноярска, Томска, Иркутска и Новосибирска подписывают соглашение о сотрудничестве. Взять все лучше у соседа и поделиться тем, что получается лучше всего у себя. Так, у Новосибирска есть хороший опыт организации работы общественного транспорта. Плюс они модернизировали троллейбусы. Нам удалось найти новые технологии, связанные с применением нано-технологий. Когда в Новосибирске работает успешный завод по производству ионолитевых батарей, мы в порядке акмановаторства сделали, сегодня уже выпустили на линию, испытания уже прошли. Это троллейбус на ионолитевых батареях. Его не надо в контактной сети, подключающейся от километров свободный ход. Это плюс и абсолют. Мы уже проверили и видим, когда не надо строить подстанции, не надо тяговые подстанции, не надо сети. В Иркутске научились реконструировать исторические кварталы. И уже архитекторы восточного соседа готовы работать в столице края, восстанавливать исторический квартал в Красноярске. Томичи готовы поделиться всем, что касается инноваций. Но и наши соседи тоже многого полезного возьмут и уже взяли у нас. Я тогда подсмотрел иллюминацию, мы встречали Новый год, город был отпорным. Иллюминирован. Многим горожанам это понравилось. Всегда нужно найти в этой сутолоке будний мэра, найти день-два, чтобы приехать, научиться посмотреть, подсмотреть, украсть идею и применить в городе. Помимо иллюминации, соседи интересуют опыт в строительстве жилья. В Красноярске достаточно большой масштаб жилищного строительства. Это тема, которую интересует наших коллег. Вопросы, связанные со строительными технологиями, механизмами финансирования жилищного строительства. Вопросы, касающиеся обмена опытом в области благоустройства территорий, благоустройства дворовых территорий, создания спортивных площадок. Сегодня заседание Ассоциаций сибирских и дальневосточных городов, а завтра основной праздник. Завтра горожан ждут концерты, спортивные соревнования, конкурсы и шоу. Всего более 45 мероприятий. Напомним, карнавальное шествие пройдет на проспекте Мира в 12 часов. Ирина Алиева, Сергей Леонов. Новости.